Проблему ментального здоровья детей обсудили в Институте психологии и образования. Друг о друге совсем мало знаем. День науки в Елабужском институте. Мы говорили о том, насколько необходимо и что же значит сегодня мышление для них. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кугушева. Ученые КФУ удостоены государственных наград Республики Татарстан. Также были вручены гранты и премии молодым ученым на проведение научных исследований в наиболее перспективных и значимых для развития Татарстана областях. Как помочь особенным детям? В Институте психологии и образования прошел научно-методический семинар «Ментальное здоровье детей. Проблемы и пути решения». Подробности далее. Работа с особенными детьми требует не только специальной подготовки, но и внимания к разработке коррекционных образовательных программ. Ряд ведомств Татарстана намерены объединить усилия, чтобы в 2022 году улучшить позиции Республики в решении этого вопроса. Первое совещание показало, что мы в принципе, ряд министерств, ведомств, ряд структур, ряд вузов, все этим вопросом занимаемся, но друг о друге совсем мало знаем. В сентябре 2021 года по инициативе Ильша Тагафурова при Казанском федеральном университете был открыт детский сад «Мы вместе» для детей с расстройством аутистического спектра. В работе сада задействованы две научно-исследовательские лаборатории университета и OpenLab генные и клеточные технологии. А над разработкой экспериментальных образовательных программ трудятся специалисты из разных структур КФУ. Директор Института психологии и образования рассказал о первых результатах и перспективах учреждения. В настоящее время в детском саде мы вместе обучаем 50 детей. Они разбиты по различным группам развития. И кроме того, 70 семей включены в систему сопровождения. Под каждую группу формируется траектория обучения ребенка. И под каждым этапом кроется большая работа, связанная с диагностикой. Большая ответственность в работе с особенными детьми лежит на педагогах. На семинаре была отмечена важность подготовки кадров и их трудоустройства. В оказании 80 студентов занимаются учителем. В лаборатории практически в каждой программе есть дисциплины, есть курсы, которые связаны с активными для групп. То есть вопросы, связанные с этой научностью, вопросы, связанные с адаптацией образовательных технологий, темам образовательных потребностей, которые есть. Обсуждение темы образовательных и медицинских технологий для обучения детей дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра продолжится на форуме ИВТЭ, который пройдет с 25 по 27 мая. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. В Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие декады дипломатического работника. Все подробности смотрите далее. В Институте международных отношений Казанского университета стартовала декада, приуроченная к профессиональному празднику российских дипломатов. Перед студентами и преподавателями университета с приветственным словом выступили представитель Министерства иностранных дел России Радик Вахитов, представители зарубежных дипломатических миссий, проректор по образовательной деятельности Тимирхан Альшев и руководство Института международных отношений. Я отдельно хотел бы обратиться к нашему уважаемому консулу, генеральному консулу Горде Казани, высказать благодарность за то сотрудничество, которое у нас идет с Казанской федеральной университетом. Мы всегда находим поддержку на вашей стороне. Вы оказываетесь нам эту поддержку. Вы всегда находитесь в очень плотной и тесной взаимосвязи со студентами, которые обучаются в нашем университете. Не только в институте международных отношений, где, наверное, самое обширное и разнообразное диаспроя иностранных студентов, но и целом в университете. Далее профессор кафедры международных отношений мировой политики и дипломатии Яков Гришин выступил с лекцией о жизни и деятельности выдающегося советского дипломата первой мере женщины-посла Александра Калантай, а также поведал о выпускниках ИМО, работающих за рубежом. На сегодняшний день у нас несколько десятков выпускников работают в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, представляют нашу страну за рубежом, в странах СНГ, в капиталистических странах, ведущих в Западу, в том числе и в организациях объемных наций. 10 по 19 февраля в рамках декады дипломатического работника Российской Федерации в Институте международных отношений КФУ состоятся встречи студентов с дипломатическими деятелями, представителями профильных организаций и выпускниками кафедры международных отношений. Декада завершится 19 февраля церемонией закрытия и награждением самых активных участников мероприятий. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюс. Юридический факультет Казанского Федерального Университета провел круглый стол правовые риски организации среднего профессионального образования, мониторинг и управление. Подробности далее. Как трактовать правовые нормы образовательным организациям и какие нововведения необходимы системе образования? С этих вопросов началось заседание круглого стола, организованного юридическим факультетом Казанского Федерального Университета. Он является частью более общего проекта «Комплайенс», который реализуется в Казанском Федеральном Университете. Это тот проект, который подавался юридическим факультетам для участия в проекте «Приоритет-2030». Поэтому, безусловно, здесь создается Центр превосходства в данной сфере. Он пока не финансируется из «Приоритета», но мы надеемся, что если он очень активно будет развиваться таким же темпом, как это делается сейчас, будет также активно привлекаться экспертное сообщество, я уверен, что через некоторое время он в том числе начнет получать финансирование из «Приоритета». Но пока, безусловно, это все в рамках общей идеологии, которая заложена в нашей программе развития. Доклад замминистра образования и науки Татарстана затронул бальную систему аккредитации вузов, которая вступит в силу с 1 марта. Он отметил, что в республике реализуется 180 образовательных программ, и те, в свою очередь, должны проходить корректировку с учетом потребности времени и актуальности материала. Мы крайне заинтересованы в такого рода мероприятиях, поскольку система образования постоянно находится в развитии, законодательство образования постоянно меняется, в непрерывном изменении находится, обновляются нормативные документы. Сейчас произошли фундаментальные изменения в системе лицензирования и аккредитации, и чем больше мы будем обсуждать, обменивать изменения, тем будет больше пользы для того, чтобы правильно организовывать весь этот процесс. Мероприятие прошло в смешанном формате – онлайн и оффлайн. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. В Елабужском институте КФУ стартовала неделя, посвященная празднованию Дня российской науки. Подробности в нашем сюжете. 8 февраля в Елабужском институте КФУ побывали школьники, для которых была подготовлена интерактивная познавательная программа. Под руководством профессора кафедры всеобщей отечественной истории Инги Масловой состоялся урок физики образца XIX века. Ребята познакомились с историей вуза и старинными лабораторными приспособлениями. Мне все очень понравилось, были эксперименты. Показывали аппараты всякие для измерения статического электричества и для его тестировки. Я считаю, что для школьников такие походы в институт и экскурсии, в общем, очень полезны. Традиционно в День науки гости университета могут посетить археологический музей, где ребят ожидала увлекательная игра. А учащиеся старших классов побывали на публичной лекции профессора кафедры русского языка и литературы Дании Салимовой. Лекция будет посвящена основным направлениям современной лингвистики. Вроде бы звучит сложно для школьников, но я постараюсь ясно, доступно рассказать о науке, о языке. Мероприятия, посвященные Дню науки, проходили не только в стенах института. Преподаватели вуза провели выездные лекции в нескольких школах Елабужского района. Научные интерактивные площадки были открыты на базе Дома научной коллаборации имени академика Камиля Валиева и конструкторского бюро «Эврика». Мы говорили о том, насколько необходимо и что же значит сегодня мышление для них. Обширная познавательная программа ожидала учащихся университетской школы. Здесь на протяжении всего учебного дня проводились тематические мероприятия, после чего ребятам были представлены студенческие научные объединения Елабужского института. Руководители научных кружков вместе со студентами рассказали о том, как проводятся научные исследования, провели интеллектуальные игры и мастер-классы. Мы занимались, мы придумывали разные концепции, интересные фичи для рюкзаков. Это был действительно полезный опыт, потому что я познакомилась с лингвистикой более глубоко, ранее ей не интересовалась. Помимо увлекательных занятий для детей, в рамках Дня науки состоялись и научные семинары для преподавателей Елабужского института Казанского федерального университета, на которых обсуждались вопросы развития научного потенциала вуза, а также развития современного образования. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!